Депутаты городского округа Солнечногорск Коллеги, которые нам помогали, взаимодействовали с нами для того, чтобы мы могли больше и эффективнее сработать на предмет реализации тех проектов, которые нам необходимо реализовать на территории нашего округа. Конечно же, мы с вами многое сделали, мы и прожили с вами год реорганизации. В 2020 году мы будем жить абсолютно по-новому, единой администрацией, единым бюджетом, то есть одна единственная консолидация будет. Это округ. Награждается Алексеев Алексей Олегович, депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Награждается Борисова Лариса Николаевна, депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Грамотами главы муниципалитета отмечены все депутаты городского округа. И каждому из них есть что сказать жителям. Хотелось бы поблагодарить депутатов, в свою очередь, за консолидированные решения. Да, были моменты и спорные, но в основном депутаты принимали консолидированные государственные решения. Я считаю, что подводя итоги, работа проведена отлично. Конечно, было очень много наказов в ходе избирательной кампании. Кампания была непростая, была сложная. На фоне всех существующих проблем. Конечно, все эти наказы выполнить, наверное, даже и за 4-5 лет на совете депутатов будет невозможно. Потому что, к сожалению, проблем было очень много. Но частично, конечно, те вопросы, которые были в компетенции моей, они были решены или, по крайней мере, озвучены. И что-то пошли поправки в бюджет Сан-Шенгорского района на 2020 и 2021 год. Что-то было сделано за счет моего холдинга. То есть это как сцена ДК «Испытатель». Это, соответственно, детская площадка на Абуховской. Это еще ряд таких социальных проектов. 2019 год для меня был успешным. Потому что удалось много реализовать, многие планы. А именно это, безусловно, благоустройство Дома культурной лепси, которое, в общем-то, не делалось десятилетиями. Мы сделали, мы привели все в порядок. Как депутат, я хлопотала перед главой района о том, чтобы были выделены деньги на реконструкцию помещения бывшего ЗАГСа, который отдали Дому детского творчества. И эти средства были выделены. И на следующий год там будет ремонт. Также мои избиратели просили меня о ремонте крыши в Доме культуры «Истра». Десятилетиями течет крыша, и, в принципе, Дом культуры разваливается. Эти деньги выделены, деньги для ремонта Дома культуры «Истра» в деревне Кривцово. Я считаю, что моя миссия как депутата успешно выполнена. Все вызовы были приняты как администрация городского округа, так и депутатским корпусом. Я думаю, мы преодолели и решили большинство проблем, которые перед нами стали. Но следующий год, я думаю, несет в себе еще больше вызовов, еще больше проектов, которые необходимо реализовать здесь на территории. И основная задача, которую, в принципе, мы настроены и убеждены, что мы ее реализуем, это сделать нашу территорию самой показательной на территории Московской области. Оксана Зенкина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин